Павел Микунов около 20 лет занимается сохранением и развитием национальной борьбы в Мордовии. По его мнению, народные мордовские состязания начали проводить почти одновременно с Олимпийскими играми. И до сих пор в воспитании подрастающего поколения они играют свою роль, которую нельзя заменить ничем другим. Программа проекта ориентирована на детей детсадовского и младшего школьного возраста, и это не случайно. Если он начнет с народных игр, это тоже останется на всю жизнь. Потом у него будет и в спорт, и в культуру. Путь очень широкий. Видов спорта очень много. Но первое слово должно быть за народными, национальными играми, для того, чтобы ребенок в дальнейшем ощущал себя нашим человеком, гражданином Российской Федерации. О мордовских играх в Тюшсень-Налксимат известны и далеко за пределами нашего региона, в местах компактного проживания Мордвы. Многим уже приходилось воочию видеть эти состязания. Для некоторых это открытие. Предоставилась уникальная возможность познакомиться с этим замечательным человеком, который пропагандирует именно народные традиции через спортивные игры. У нас, к сожалению, пока такого нет. Я имею в виду, что мы Март-2 Казахстана, этим пока похвастаться не можем. Но мы очень надеемся, что на следующий год, в рамках нашего пятилетия, когда мы будем проводить фестиваль «Фино-Угорский стиль», мы обязательно проведем аналогичный фестиваль уже у нас на казахстанской земле и познакомим нашу казахстанскую общественность с уникальными традициями, ну и, конечно же, спортивными играми мордовского народа. Организаторы надеются, что круглый стол поможет приумножить и развить накопленный опыт. Ближе познакомиться с национальными играми должны иметь возможность не пара десятков энтузиастов, как сейчас, а сотни и даже тысячи людей. ИСИС Межрегиональной общественной организации Мордовского, Макшанского и Ерсианского народа окажет в этом огромную помощь. Положительный опыт уже имеется. Например, в Пензенской области Атюштейн-Алксимат знают не понаслышке. Большая часть населения проживает, Мордвы проживает именно в Пензенской области. У нас есть также вот Шамышейский район, который еще густо заселен, он самый большой. Наша молодежь всегда спортивная, всегда сильный духом. Мы пропагандируем здоровый образ жизни. Несмотря на процессы глобализации, национальное самосознание народов, населяющих нашу страну последнюю четверть века, только возрастает. Возвращаясь к своим истокам, мы помогаем развитию своей родины, а спортивные и национальные игры – это тоже часть мордовской культуры. Лина Буянкина, Евгений Фролкин. Народные новости.